Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о подкормке, очень дешевой, очень легкой, которая пробуждает у орхидеи рост зеленой массы. Для чего вообще пробуждать у растения рост зеленой массы? Ну, все очень просто, чтобы она не сидела, не думала расти или нет, а именно наращивала листья и корни. Все-таки мы держим с вами, создаем коллекции, разводим орхидейки, что-то с ними делаем ради цветения. Смотреть просто на орхидейку, которая стоит в стаканчике и ничего не растит, да, и просто занимает место, не очень хочется. Поэтому, естественно, да, можно прибегнуть к таким стимулирующим препаратам. И сегодня я вам как раз-таки расскажу о самом простом, о самом щадящем, который не содержит никаких гормонов, и он просто вспомогательный элемент для того, чтобы запустить процесс у орхидеи именно, да, процесс роста зеленой массы. И так как этот препарат очень дешевый, доступный, может каждый воспользоваться этим методом. К тому же, да, если вдруг вы не хотите приобретать дорогостоящие препараты, вам подойдет сегодняшнее видео, и тем, кто не любит, допустим, пользоваться стимуляторами роста, там, гормональными или еще как-то, вам также сегодня подойдет этот способ, и вы сможете своих тугодумочек, или, возможно, орхидейк-малышечек обработать таким же способом, и они будут у вас прекрасно расти, вот, и в будущем зацветут. Сегодня еще хотела для новичков объяснить вообще, какие орхидеи нужно стимулировать и пробуждать на рост. Это именно те орхидейки, которые не растут, да, у них нет явных признаков роста. Или же это орхидеи-малышки, которым как раз-таки нужно давать питание, и нужно давать толчок. Также, если ваша орхидея цвела, у меня здесь прекрасный пример, видно, что орхидея цвела, но у нее нет ни растущего листочка, ни растущих корней. Вот такую вот орхидейку нужно как раз-таки пробуждать. Видите, нет растущих корешочков. Все корешочки после цветения закуклены. Это часто бывает, что орхидея отдает на цветение все свои силы, и она не растет. И вот после отцветания, конечно же, нужно ее простимулировать, чтобы она не сидела, не думала, не чахла, а именно быстренько начала расти. И такие орхидеи, которые, вот видите, нет у них процесса роста, их нельзя удобрять. Потому что очень часто многие говорят, отцвела орхидея, начинаем удобрять. Но если у нее нет признаков роста, то удобрять ее нельзя. Вот именно нужно ей помочь, дать ей этот толчок, чтобы она начала расти, а потом удобрять. Как раз-таки я поставила здесь прекрасный пример. Орхидейка, видите, начала увидать, я не стала как раз-таки обрвать ей цветочки, чтобы вам показать. Здесь вот осталось три таких свеженьких цветочка, и здесь немножко. Но уже выгоревшие они тоже скоро будут увидать. Но у этого растения активные растущие корни, поэтому ее стимулировать как-то и пробуждать не нужно. Ее можно сразу начинать удобрять. Можно не дожидаться, пока она вот остатки своих цветов, да, так сказать, сбросит. Можно сразу взять и обрезать цветоносу. Всегда немножечко оставляю, да, пенечек, чтобы он не оказался в грунте. Потому что, естественно, может начаться загнивание, да, будет попадать в стволик водичка. Да, это можно, конечно, поставить еще в воду, но обычно я это все не оставляю, это ни к чему. Я срезаю, пусть орхидейка отдыхает, и сразу же могу начать, так как, как я уже сказала, у нее активно растет листья, корни, я могу сразу начать удобрять. Именно эта орхидейка интрига, она у меня на японских удобрениях, и сейчас я вставлю ей бутылочку с японским удобрением. По поводу этого удобрения у меня на канале есть много видео, оно мне очень нравится, и продолжаю им пользоваться. Если вдруг кому-то интересно, я дополнительно сниму видео об этом удобрении. Нахожу место, где нет корней, естественно, чтобы их не повредить, немножечко отодвигаю грунт и вставляю под 45 градусов. Все, до полного, можно сказать, выливания этой бутылочки в грунт. И все, это растение я могу ставить на полочку. А вот остальные орхидейки, которым требуется наращивание зеленой массы и укоренение, я буду обрабатывать. Кстати, у меня здесь еще стоит пенек, которому уже, наверное, года два, да, наверное, года два. Мне муж ее подарил, и у нее был перепревший центральный лист. Естественно, да, точка сроста нарушена, и она могла выдавать только деток. И вот сейчас я уже вижу, что питания от пенька очень мало, вот поэтому сегодня она здесь стоит. Видите, немного потеряла тургер, еще жарковато, поэтому сейчас она будет обрабатываться. Мне надо пробудить у нее как раз такие корни для того, чтобы ее уже отделить. Этот пенек дает мне уже пятую, да, пятую детку. Вот, получается, орхидейки, которые без точки роста, могут выдать до пяти деток, а то и больше. Да, это в зависимости от того, насколько сильное растение, насколько хорошая корневая система. Вот это пятая детка, ну и, наверное, она будет уже последняя. Пенек, я думаю, что уже полностью свои ресурсы потратил, и все. На этом, наверное, уже совсем пропадет. Как я уже сказала, здесь макушка от дикого кота, орхидея деточка, пенечек с деткой. Орхидея цветашка, это у меня леди мармелад. Здесь у меня детка капучино, обратите внимание, посажена она в керамзин для гидропоники. Здесь классическая посадка мох-кора, это у меня детка от орхидеи панда. Вот, все они требуют укоренения. И я думаю, теперь понятно, да, какие орхидеи я стимулирую, пробуждаю, а какие орхидейки просто растут, и я их удобряю только тогда, когда они не цветут, для того, чтобы, опять же, восполнить их энергию. Одной водой сыт не будешь, я все время об этом говорю. И если орхидея со временем источает свои ресурсы, да, которые ей вложили еще в теплице, она начинает постепенно угасать. Вот, чтобы этого не случилось, удобряйте свои растения. Вот, если они, естественно, не подают никаких признаков жизни, ничего не растят, то нужно стимулировать. И сегодня я вам покажу, как это сделать. Легко, просто, и для этого мне понадобятся аптечные препараты. Здесь у меня никотиновая кислота в Ампло и никотиновая кислота в таблетках. И то и другое подходит для обработки орхидей. От никотиновой кислоты как раз-таки пробуждается рост зеленой массы. Мне очень нравится использовать никотиновую кислоту на орхидеях-малышках. Во-первых, это витамин. Это получается натурально, никаких, получается, гормональных стимуляторов. Здесь получается, что вы просто витамином помогаете растению выйти из спящего состояния, нарастить хорошие листья и хорошие корни. Вот, банальная, аптечная, дешевая никотиновая кислота. В чем использовать или в чем найдете, это уже на ваше усмотрение. У меня есть и в таблеточках, и в Ампулках. Естественно, в Ампулах лучше, потому что легче растворяется в воде, и, естественно, будет легче усваиваться растением. Но если найдете в таблетках, тоже ничего страшного, можно использовать таблетки. Если я использую Ампулку, то я беру всего одну Ампулу на литр воды. И когда мы используем вообще витамины, какие-то аптечные препараты, очень важно, чтобы вода была мягкая, вода была профильтрованная или отстоянная. В общем, максимально мягкая, насколько это возможно. Потому что, да, вот бывает такое, что не сработало. И если начать углубляться, да, почему не сработало, очень часто выясняется, что вода была просто из-под крана, и она была жесткая. И, естественно, жесткая вода с применением каких-то еще дополнительных препаратов ситуацию усугубляет. Да, вы получаете не положительный эффект, а отрицательный. Поэтому обращайте внимание на воду. Если я использую таблетки, то на литр воды я добавлю две таблетки никотиновой кислоты. Я уже говорила о том, что у меня сейчас электронный опрыскиватель, и я стараюсь таблетки не использовать, просто чтобы он не забился. Поэтому сегодня я буду использовать именно Ампулку никотиновой кислоты. Открыла, полностью вливаю. Кстати, часто спрашивают, сколько миллилитров здесь Ампулка. Здесь один миллилитр. По одному миллилитру Ампулки. Также к никотиновой кислоте можно добавить или янтарную кислоту, или глицин. Но сегодня я буду использовать только никотиновую кислоту. Здесь все архидейки у меня здоровые. Все, в принципе, им нужно дать только небольшой толчок. Если у вас архидейки после реанимации, в очень тяжелом состоянии, тогда, конечно, лучше взять и сделать более мощный тоник, где идет никотиновая кислота, янтарная кислота и глицин. Рецепт, и как я применяю этот тоник, есть на моем канале, можете поискать. Сегодня у меня только лишь никотиновая кислота и чистая мягкая вода. Как я уже сказала, сейчас у меня раннее утро для того, чтобы, естественно, не было слишком жарко и нигде не было прямых солнечных лучей, чтобы никакой лучик не пробрался и не испортил ни листочки моим архидейкам. И все сработало идеально. Многие говорят о том, что применение витаминов нужно в темноте. Но нет, разрушает витамин только прямой солнечный луч. Естественно, здесь нет никаких прямых солнечных лучей, поэтому все сработает идеально. К тому же, архидея очень быстро с водой впитает и усвоится все замечательно. Я применяю никотиновую кислоту уже неоднократно. Результаты меня впечатляют, поэтому я, собственно, по своей же схеме опять буду обрабатывать. Это то же самое, что, знаете, вот про эпин. Все говорят о том, что эпин только в темное время суток. Но нет, здесь неверное, можно сказать, даже заблуждение. Все архидеи только в первой половине дня жадно впитывают себя в воду. И только так им можно дать именно полноценное питание. Если вы в ночь или в темноте будете обрабатывать с помощью каких-то стимуляторов, удобрений, то вы сделаете только хуже. Архидея в ночь будет стоять у вас в воде и в конце концов она загниет. Поэтому так делать не нужно. Нужно именно пораньше встать, обработать и все, будет замечательно. Главное, чтобы не было прямых солнечных лучей. Это уже, наверное, кто-то додумал, придумал, когда сказали о том, что не должно быть какого-то яркого освещения, прямых солнечных лучей. Подумали, что в идеале, значит, в темноте. Значит, лучше всего обработать ночью. Но это заблуждение, мои дорогие. Так, и сейчас что я делаю? Как всегда, обрабатываю по листу. Вот так. Вот. Немного откручиваем был носик. Вот так. По листу со всех сторон. Вот так увлажняем. Потом как раз-таки откручиваем носик, чтобы была струйка более такая сильная. И проливаем, чтобы попало на корни. Ничего не замачиваю, никаких заливов, переливов. Главное, чтобы попало на корни. И орхидея впитала витамин B3 или PP, как его там называют. Правильно, можете написать в комментарии. Никотиновую кислоту, в общем, чтобы впитало. Вот так. Здесь хорошенечко пенек. Потом мне нужно все-таки вырастить это дитя. Жалко будет, если пропадет, не нарастив корни. Вот, хорошенечко здесь. Моя задача даже не полить, да, а именно увлажнить листья, и чтобы попало на корни. Чтобы орхидея впитала в себя препарат. Вот и вся обработочка. Но результат от нее очень-очень хороший. Буквально через 2 недели я вам их покажу. Они все будут растить, листочки и корешочки. И, в принципе, да, можно сделать, конечно, контрольную еще обработку. Будет, да, через 2 недели. Но обычно даже вот одной обработки абсолютно достаточно. И те орхидеи, которые уже начнут активно расти, я их даже повторно обрабатывать не буду. Те орхидеи, которые еще вдруг где-то, да, будет как-то замедленный рост или, возможно, не будет эффекта, я обработаю их второй раз, и тогда уж точно они пойдут в рост. Конечно, некоторым орхидеям нужно чуть-чуть больше внимания, чуть-чуть больше вкусняшек. Вот, но в основном все очень быстро и легко реагируют на подкормки. Это все, что сегодня я хотела вам показать. Но обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что здесь очень много интересного об орхидеях. И я буду продолжать снимать для вас интересные видео по уходу за орхидеями. Всем пока-пока! До новых встреч, мои хорошие!